Так, у нас музей истории Абхазского района. Мы рассказываем об истории Абхазии. Вот наш район располагается между речью реки Псому и реки Хоста. Псому река пограничная с Абхазией. По нашей территории протекает одна из самых крупных рек Кавказом Замитая. Берет она свое начало. Вот на южном склоне главного Кавказского фректа. На высоте 1850 метров. Начинается маленьким ручеком. Впадает в горное озеро Кардевач. Красивое очень озеро. И вот такое вот ущелье она пробила среди скал 90 километров. И в центре Адлера впадает море. В переводе Замита означает «бешеная». Когда-то в глубокой древности она текла по вершинам. И вот постепенно вымывала, вымывала русло. Ну, надо сказать, что горы Крыма и нашего Кавказа, очень молодые горы, появились только 8 тысяч лет тому назад. Только 13 миллионов лет тому назад они появились как острова. А до этого это все был огромный залив, океан Атетис, названный так по имени богиня может идти. Вот гора Фишс, через которую назван главный олимпийский стадион. Это гора кораллового происхождения, коралловый риф, океан Атетис. В переводе означает «белая шапка» или «белая голова». Вот так стадион построен, как шапка. Люди пришли сюда очень давно, селились по берегам рек и озер, занимались коллективной охотой и сборой плодов. С наступлением плодов обживали броши пещеры. Вот одна из самых известных пещер на Кавказе, Атетская. Находится она на нашей территории, на расстоянии 15 километров от Адлера, по дороге в Красный Полян, направо к реку Цинты. Вот здесь. Вот это ее макет пещеры. Пещера открыта французским ученым Мартелем в начале 20 века. И затем нашими археологами, заметенными в Простовом, изучена в 1935-е, потом еще в 61-м годах. К ней, к пещере, ведет очень узкая тропинка вдоль глубокого и красивого ущелья. Она находится на высоте 120 метров на уровне воды сейчас. Это говорит о чем? О том, что Мзинта когда-то была очень полноводная. Ну, здесь вот небольшая площадка, затем коридор 50 метров и потом еще 160 метров вглубь. Вот, вымыла Мзинта. Пещера является эталоном на Кавказе. Почему? Потому что в ней найден 5-метровый культурный слой. Что это такое? Это то, что наслаивалось веками. И вот изучая эти слои, археологи пришли к выводу, что 70 тысяч лет тому назад в пещере поселились вот такие вот неандертальцы. Затем 20 веков первобытные не жили, но жили вот такие вот пещерные медведи. Огромные, 900 килограмм весом. Огромные зубы, огромные когти, лохматые такие. Но они были не агрессивные. Почему? Потому что был здесь богатый растительный животный мир. Они питались, как все медведи растительной пищей, на животных практически не нападали. Но становились пищей для первобытных. Вот первобытные закалывали коалями, бревнями, дротиками, набрасывались на них целым племенем. И это была основная пища, первобытная. Был такой зоолог Верещагин. Он писал, что все европейское человечество выросло на сале, шкуре и мясе пещерном медведе. После пещерного медведя в пещеру бывали вот такие кроманьонцы. Это вот уже более похоже на людей. Это считаются как бы наши предки. Вот, посмотрите, зубы пещерного медведя. Но это даже не взрослого животного, а медвежонка. Потому что вот они еще больше. Значит, вот матышки каменные, каменные топорики. Это тоже было найдено в пещере. И еще это было найдено здесь, есть село Нижняя Шиловка. И вот там под ледником было найдено несколько жилищ первобытного человека. Значит, как это было устроено? На южном склоне сухой балки были установлены вот так вот бревна, вот такие вот. Вот так уложены. Все с плетеными ветками закрыто. Там было несколько топчанов, они где-то 7 на 5, 7 на 10 метров размером. Вот это было прообраз землянки, в общем-то. Вот, смотрите, окаменелые моллюски, окаменелые ежи. Говорит о чем? О том, что здесь было дно океана все-таки. Все Сочи вообще расположено на древних террасах, на древних пляжах. Если в разрезе посмотреть, то это будет ракушечник. Вот самая древняя терраса, 250 тысяч лет и 35 метров высотой, это на ней находится зимний театр, курортный проспект и парк Ривьера. А самая молодая терраса, это вот эмилетинская низность. Вот есть у нас еще такой экспонат, смотрите, кость динатерия, 8 килограмм весит. Ну, динатерий по-гречески в переводе означает удивительный зверь. Но его не очень хорошо видно. Он похож и на мамонта, и на слона, но имеет свои особенности. У него бивня вниз. И жил он в то же время, в то же время и пропал. Значит, конечно, здесь до самого берега был густой лес. И проплывающие корабли, конечно, видели цветущий сад. И Черное море, оно, во-первых, не всегда было такого размера, такой формы, называлось оно не всегда так. Оно называлось и Кайрангардское, и Сарматское, и Пантексинское, и в глубокой древности русское. По нему русские ладьи ходили. Вот, и многие, конечно, стремились на этот берег, но все-таки первыми его, этот берег колонизировали греки. Вот, смотрите, с VI века до н.э. здесь появились греческие колонии, здесь обосновались купцы из греческого Милета, и этот город греческий. Вот, и они называли Черное море Пантексинское, то есть гостеприимное. Вот, смотрите, вот один пифос, вот второй пифос. Вот это для вина, это для зерна. Ну, вот, они тут представлены как бы для перевозки на кораблях, видите, вставлены в отверстия. Вот, а этот пифос был найден, выловлен рыбаками сейфы в море. После греков здесь какое-то время были римляне, но от римлян нет у нас ничего. А после римлян здесь господствовала довольно долго Византия. Но в нашем музее Византии тоже ничего нет, потому что мы сравнительно молодой музей. Вот, в 1959 году, когда в парке Южная культура строили водовод, отрыли византийский храм X века. Вот такая вот большая плита, огромная, квадратная, из этого храма находится в Сочинском музее. Уже нашего музея тогда не было. Затем, когда строили олимпийские объекты, то тоже нашли византийский храм, отрыли византийский храм X века. Он был более богатый, из-за хоронения там были. Вот все это время работали археологи. Ну, все они, конечно, увезли это в Москву. Там сейчас все законсервировано, закрыто. Вот, ну, пока никому ничего не дали. То есть, ну, и если посмотреть по Амзымте, там тоже есть развалины византийских храмов. То есть, Византия здесь была. После Византии какое-то, когда она пала, здесь какое-то время роскостно Абхазское и Геновское царство. Но сюда все время стремились турки. И начало XVI века это место турки колонизируют. Значит, вот это берег, прибрежная полоса, горы, Ставропольский край, река Кубань. Вот до реки Кубань и Терека вот эта вся территория была турецкая. По Кубани стоялися казачья застава, это была граница с Россией. Ну, конечно, здесь находились различные племена горцев. И в различные времена различные по-разному они называют. Здесь были и гениохи, и сарматы, и зыхи, и тармангулы. В общем, разные. Но мы не будем с вами говорить только о тех, кто лучше, чтобы мы отсюда, как сказать, выглядели. Вот это Черноморское побережье. Вот это Усси Мзымты. Здесь жили садзы, джигеты. По Мзымте жили метазюи. Потому что Мзымта называлась имидзимта, имидзюмта. Разные, по-разному. А там, где сейчас Красная Поляна, жило зажиточное племя Ахчепсу. И поляна называлась Поляна Гба-Авде. Значит, здесь Шапсуги, Убыхи, Абадзихи, Абадзими. Различные племена. Но жили они все обособленно. Языки у них были разные. Уж саблони не дружили. Наши они были средневековые. У них были свои князья, свои крестьяне, свои рабы. У каждого свое хозяйство. Кто выращивал просок, кто кукурузу, кто разводил овец, кто лошадей. В общем, хозяйство было свое обособленное. И отношения средневековые. То есть, они воевали, воровали, грабили, убивали. Процветала работорговля по всему побережью. Это был вообще основной заработок. Они все были воинственные. Но особенно Убыхи были воинственные. У них были такие длинные узкие лодки, выголубленные из целого дерева. Очень легкие. Поскольку до самого берега Бугустой лес, они жили побольше. И потом здесь была малярия. Они ночью спускали лодку на воду, плыли. Ну, где они там наметили что-то. Заграбили, награбили. Все это в лодку сложили. Привезли, унесли. Все. Никаких следов нет. Затем на берегу здесь продавали вратство мальчиков, девочек, девушек, женщин. Короче, цветала работорговля. Вот такие были отношения. Ну, и Россия тоже все время сюда стремилась. И у Туры, с Россией было 13 воинов. Но в основном всегда начинали турки. Они получали, на какое-то время заключался мир. И потом все по-новому начиналось. Ну, вот наступает 1828 год. Россия начинает войну с Турцией за Черное море. За это побережье. Тамания-то была наша. А здесь это было турецкое. И в сентябре 1829 года вынуждает Турцию заключить Андреанопольский мир. По которому вот эта территория, о которой мы говорили, вся отходит России. Но России не удается это место колонизировать быстро. Потому что турки не выгоняли горцев. Они с ними сосуществовали. А царское правительство сразу предложило горцам или уходить из-за Куба, или уезжать в Турцию. Они, естественно, ни того, ни другого не хотели. Это была их земля. И они не хотели ни туда, ни сюда. И, в общем-то, военные действия их не пугали. Они были воины по природе. Это еще больше разжигало их воинский пыль. И начинается вот эта вот жестокая Кавказская война России с горцами. Ну и вот для того, чтобы как-то здесь закрепиться, было решено построить Черноморскую береговую линию. Начальником Черноморской береговую линию был назначен город Николай Николаевич Раевский, младший сын знаменитого генерала, герой 1812 года. Вот он принимает решение на всех выходах в море построить гарнизоны с крепостями. Построить крепости с гарнизонами. И первую крепость было решено построить в Усимзинте. Почему? Потому что в 1835 году сюда был послан разведчиком блестящего русский офицера Федорфа Леонидовича Тарнаула. Вот он здесь изображен, но он здесь уже пожилой. Вообще он был тогда молодой, ему было 25 лет. Но просто так послать его не могли приказом. Почему? Это была просьба царского правительства. Потому что его же зала верная смерть. Порции русских убивали сразу. Ну и что здесь? Сошлись интересы местных князей и царского правительства. Вот как раз в это время. За Кавказской грядой в Савропольском крае жили 4 брата Карамурзины. Местные князья. Это были потомки, внука Чингисхана. В результате военных действий один погиб брат, а один был смертельно ранен. И вот когда он умирал, он оставшимся двум своим братьям наказал. Не воюйте с Россией, помиритесь с Россией. Иначе убьют и вас, и наш род прекратит свое существование. Вот это их волновало. Ну, они, конечно, прислушались к словам своего брата. Старший из оставшихся братьев был Тамбулат Карамурзин. Был очень уважаемый князь среди курсов, знал много языков. А младший был Бий. Стал настоящий бандитом. Чуть что хватался за кинжал, его даже свои боялись. Вот такой был, такой нрав он был. Ну, конечно, Тарнау просто так им довериться не мог. Он взял с них клятву. Они поклялись ему смертью своих братьев, что они его не убьют. Сначала клятву дал старший брат. Младшему не оставалось ничего. Он тоже эту клятву должен был дать подчиниться старшему брату. Ну, и клятву выполнили. Значит, ну и на чем это было основано? Это было основано на том, что если им предложили, если они проведут нашего разведчика по Амзенте, то им вернут земли и крестьян. Это было выполнено. Значит, ему дали переводчика, проводника. Он изменил внешность, отрастил бороду, усы. Постоянно старался быть в булке, чтобы его не узнали. И вот эта небольшая свита перешла через привалочную школу и оказалась в поляне в Баду, в племени Акчепсу. А обычаи у горцев были такие. Дом, где они живут, это дом, где они живут. А дом, где они принимают гостей, назывался Кунахска. Вот там они могли принять любого путника. Три дня он мог есть, пить. Через больше трех дней неприлично было оставаться. Они могли принять врага, кормить его три дня, поить. Вышел за ворота, убить. Вот такие обычаи. Еще был один обычай такой. Дочь хозяина должна была мыть ноги гостям. Вот когда они расселись вокруг костра, значит, вышла эта дочь, она была княжна, по-моему, князь. С ней вышла служанка с полотенцем, с тазиком, с кувшином воды. И когда в костер бросили дрова, то девушка осветила, княжну. Они были все поражены ее красотой. Ну и потом они, конечно, с удовольствием вспоминали, хотя они много красивых девушек видели в Дяпан-Зенде. Ну он не просто так шел. Естественно, он все записывал, все зарисовывал. У нас есть копия этой карты. Это просто произведение искусства. Он записывал, какие тропы, какие дороги, какие ручьи, какие реки, какие племена, какие он на речи и говорит. Ну и старался он это делать, все втихоря от горцев. Почему? Потому что песненности у них не было. И они считали, что это изъявольское действие. При любом каком-то неприятном случае могли его обвинить. Ну вот так протекало это путешествие. Он спустился сюда, он здесь все разведывал. И он предсказал, что здесь может быть хорошее место для крепости. Вот это подлинный документ. Вот она крепость. Встали их от берега буквально. Амзен-то тогда имела два рукава. Вот она немножко другая была. Было решено первую крепость построить в Усим-ЗМТ. Назначено это было на лето 1837 года. 3 июня 1837 года десант готовился в Сухум-Кале под руководством барона Розова и полковника Симбургского. Сухуми и Гагры это были уже наши крепости. Кале это крепость. Сухуми строили турки, но в результате войны они были захвачены нами. Значит, десант был посажен на суда Черноморского флота. Командующим был контр-адмирал Эсмант. Было 18 кораблей, 9 военных и 9 транспортных. Вот. И значит, они вышли 3 июня из Сухум-Кале и взяли курс на мыс Адлер. Откуда взялось это название Адлер? Вот вся эта долина Мзин-то называлась долиной Лиеш. Здесь жил рот убыков Арык Бах. Арт был и был главный. А турки называли это место Адлах. Ларх это множественная приставка. Как бы много А. Ну или Айзюлях. Очень красиво звучит по-турецки, но означает гиблое место. Я умирала, потому что здесь были маляридные болота. Ну а версия Адлера такова, что в русской армии в то время было очень много офицеров, русских выходцев из немцев. Они переделали Атла, Адлер. Адлер по-немецки Орел. И вот так это название здесь и осталось. Значит, 7 июня корабли выстроились здесь на Реде. Была послана разведывательная шлюпка, но она была неожиданно обстреляна горцами. Вот эта вот черная жилая полоса, это заграждение, которое горцы устроили с камней, глиной и бревен два с половиной километра. Они были предупреждены о том, что здесь будет высота десанта. Кем? Турками и англичанами. Еще до захвата нами, этой территории, среди турок, здесь очень много было английских разведчиков. Они, наверное, тоже хотели это место. Они здесь очень плотно работали, но Россия вот их опередила. И тогда они, находясь среди горцев, и турки-англичане активно помогали горцам в борьбе с Россией. Контрабандное оружие, контрабандный порох, соль. Соль ценилась здесь практически как деньги. Вот. Ну, вот. Нет. 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 Такие вот здесь были отношения. Поэтому, ну, шлюпка вернулась обратно. Значит, с кораблей были даны арцерийские залпы. Это укрепление было частично, естественно, разрушено. Вот, а войска были посажены на грибные суда. Кребцами были казаки и двинулись к берегу. Вот с первым рейсом десанта на берег высадился Бестужик-Марлинский в составе отряда капитана Альбранта. А капитан Альбрант славился на Кавказе своей такой немножко безрассудной храбростью, как наш Денис Давыдов. Вот. Ну, кто такой Бестужев, помните? Вот. Ну, конечно, он был не только декабрист. Он был и писатель, и поэт, и этнограф, и переводчик. Языков много знал. Он очень хорошо рисовал. Вот там, это вот его автопортрет. Вот это значит автопортрет Бестужева. Это Вольховский. Это Владимир Денисович Вольховский. Это командующий десантом в это время. Это был вообще-то лицейский Бестужевский. Вольховский, да. Вот он командовал десантом. Он с первым рейсом десанта, он тоже высадился, его штаб на берег. Ну и вот это укрепление горцев, оно одним концом упиралось в густой лес. Вот Тарнау в своем отчете писал, что нельзя с горцами воевать в лесу. С ними надо воевать на открытой местности. Они в лесу себя думают. Вот, ну вот тут он не участвовал в высадке десанта, я вам скажу, почему. И не прислушались к этому. Вот горцы воспользовались густым лесом, напали на штаб. Тогда Альбранд со своим отрядом вызвался отбить эту атаку. Ну, в общем, он углубился в лес, дошел до клетня, услышал лай собак и понял, что они дошли до аула. И он Бестужева с двумя солдатами посылает на берег к Вальховскому получить дальнейшее приказание. Приказание, естественно, получает отступать. И когда Бестужев углубляется в лес, попадает в засады черкесов. Его ранят в голову и в ногу. И солдаты захотели его поднять, но набежали черкесы и зарубили всех шашками. То есть интрига в том, что тело Бестужева так и не было найдено. Через два дня на убитом убывском муле нашли его перстень, у него был особый перстень, отцовский. И пистолет. Опять стали искать, но так и не нашли. То есть по этому поводу было очень много разных легенд. Высадился второй из десанта, место было захвачено, был разбит вот такой вот лагерь. И 18 июня была заложена крепость. Это был сначала земляной вал с Орвом, затем с Керчи привезли ракушечник белый. У нас есть все было, было бы просто хвостом. И вот была построена вот такая вот белокаменная крепость, такой Пентагон. Пять бастионов. Каждый бастион на 25 метров поступал. К каждому бастионе было по три крепостной пушки. Вот и она была небольшая, всего 100 метров в диаметре. Вокруг на 100 метров было все вырублено, крепость была неприступная. И ночью охранялась собаками сторожевыми, привезенными с Гага, натасканными на запах черкеса. А черкесы пахли кожей. Вот они сшили сапожки, чуть-чуть меньше. Мокрыми их натерли внутренним мылом. Одели на ноги. И они у них высыхали ноги и никогда не скрипели. Потом тонкую подушку пришивали и все. И обмандирование точно так же на них все было устроено. Они все были надвижны. Но они никакой не скляцало, не зверя, не мело, не гремело. То есть вот они как пушки ходили. Ну и еще, в общем-то, была, наверное, причина того, что крепость ни разу не была взятогорцем. Комендантом крепости был Соломон Ивандо. Это был русский офицер абхазского происхождения. Когда шла война, сюда приезжали военачальники, останавливаясь, естественно, у местных князей. Вот они обратили внимание на сына этого князя. Он был очень смешной. Они его забрали в Санкт-Петербург, 15-летний. Определили в полк. Он получил блестящее светское военное образование. Говорил нам на физику. И вот он был комендантом крепости. Он вообще много хорошего сделал на каркасе. Ну и по предложению Раевского крепость была названа крепостью Святого Духа. Вот Раевский предложил, царство войны красит. Значит, почему? Потому что 18 июня это был по священному писанию тот год, день Святого Духа. Он, этот день, переходящий, как Пасха. Ну и вот так крепость была названа, крепостью Святого Духа. Значит, служить было очень тяжело. Во-первых, набеги костей, во-вторых, валерье косило солдат. Ну и затем, через полгода была построена Александрийское укрепление. И потом оно назвалось на Вагинской. Это Сочи и так далее. До Анапы было построено 17 крепостей. Но война шла очень жестоко. Такие крепости, как Головинская и Лазаревская, вырезались горцами полностью. Весь гарнизон вырезался. Такая вот очень жестокая ступость была. Ну, тем не менее, сступает 1853 год, Крымская война. Все крепости были взобваны. Гарнизоны введены в Севастополь. Значит, ну, по окончании войны не очень удачно было для нас, но тем не менее, 1860 год. Князь Боряксинский, командующий территориума страны Колька-Славка, командующий, принимает великий князь Михаил Николаевич, брат-царя. Он решает принять более действенную меру для захвата этой территории. Четырьмя отрядами сойти с поляник Бады. Ну, вот один отряд вот так идет по берегу. Вот один отряд. Вот два отряда вот так вот шли. А один отряд перешел через перевала Чешхо. Из Ставропольского края оказался в поляник Бады. Конечно, все это было не так быстро. Это четыре года длилось. И гордость не отступит, что Россия от своего не отступит. И они стали присягать на верность царю. Старейшину племен. Присягали на верность царю, но они все просили оставить их на своих местах. Царь никого не оставил. Последним присягнул старейшину племени Ахчипцову. Он тоже просил оставить их на своих местах. Но царь никому остаться не разрешил. Он не хотел, чтобы этот воинственный народ здесь оставался. Значит, 21 мая 1864 года войска сошлись в поляник Бады. Был произведен торжественный молебен, парад войск. Был объявлен окончание Каркасской войны. Но горцев здесь уже не было. Значит, куда они делись? Кто-то ушел за Кубань. Кто-то спрятался в лес. Кто-то сидел здесь на берегу и ждал турецкие корабли. Вот такие, как у Бэхи, их было очень мало, их было около 50 тысяч. Они все не захотели подчиниться царскому правительству. Они все уехали в Турцию. Ну и, конечно, наши предлагали свои корабли, но они не захотели. Ждали турецкие. Но грузильцы они, естественно, с перегрузом большим. Во время шторма они пронули. Спасать их никто не спасал. И, в общем-то, и там их тоже никто не ждал в Турции. Ждал что? Их нищета, голод и резервации. И, как мы сейчас видим, ходили только наоборот. Сюда, в Европу, бегут. Вот. Ну, вот, у Бэхи как народность, они исчезли. Ну, они, конечно, здесь есть. Вот, в сторону Лазаревки, там есть убыхи. Ну, значит, надо сказать, что князья, у которых были деньги, они все-таки выжили. У нас есть книга, один писатель собрал такой материал, он ездил в Турцию специально, и вот он изучал это, и вот он опубликовал такую вот этой книге-фотографию, на которой потомки этих князей в Турции живут. Вот потомки рода Арет-Ба живут, был такой род Гетчба, был такой род, тоже живут. Они там на фотографии взрывы своими свидетельствами, там князь, 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 кто-то. Вот. То есть в Турции, крайне всего, у кого не были деньги, князья выжили. Ну, все-таки, да, я вам обещала вот что рассказать. Значит, Тарналу не участвовал в высадке десанта. Почему? Потому что в это время он пошел в свой очередной поход вдоль побережья Черного моря, и его предал проводник. Значит, он его посадил на цепь, и что он хотел? Он хотел выкуп золотом за голову русского офицера, естественно. Вот. Ну, не то, чтобы царская правительство не хотело платить. Ну, никак вот они не могли вот встретиться, договориться и все прочее. Но он сидел два года и два месяца. За это время он изучил их язык, их обычаи. Если вы помните Кавказского пленника, когда-нибудь читали, вот это написано Старналу. Да, подлинно. Он написал книгу, а Толстой все это переложил в литературную форму. Значит, два года и два месяца он сидел, он все время говорил, что я сбегу. И он два раза пытался бежать, но неудачно. Ну, не буду подробно говорить, но из плена его вызвал дел Томбулат Карамедзин. Он его просто выкрыл обманом. Он его выкрыл, и затем он на доклад к царю, и потом на отдых. Ну, он вообще был хорошим дипломатом, и так, что он так в Австрии и умер. Вот он там похоронен. Вот это такое выступление. В общем, берег опустел. Передсанской правительством опустел, как его заселить. Вот. И начинается переселение. Как здесь оказались греки в Красной Поляне. Значит, вот горцы, которые уехали в Турцию, они списались с греками, которые были в Ставропольском крае. Они тоже туда-куда пришли и сказали, что здесь пустует хорошая земля. Два ходока, греки, перешли через Привала Чешко и оказались в Красной Поляне, Поляне Кбаады. Это была осень. Поляна, конечно, вся заросла сорняком. Сорняк, вот этот папа, он бурый осень, черешня красная. Вот они назвали Поляну Красной. Потом через какое-то время 36 семей греков перешли через Привал и обосновались в Красной Поляне. Вот они являются ее основателями. Они потом распределили, значит, Поляна, Лесной, Голица, Верхний Лесок. Это все греки. И сейчас они там живут. Девять беднейших семей из Эстонии поднялись еще выше на 4 километра. Эстасадок. Эстонский сад в переводе. Вот они там обосновались. Там им понравилось. Значит, они сейчас там живут. И сейчас там находится домик, музей Том Сары. Там жил писатель Том Сары. Он там жил, писал, дышал горным воздухом, лечился от педеркулеза. Вылечился. И вот сейчас этот дом и представлены в этом году. И там музей. Значит, как здесь оказались русские? Поначалу 8 христианских горов из Каменец Подольска поселились в Ахштыре. Значит, вот на правом берегу пещера, на левом берегу село Ахштырь. Оно и сейчас там есть. Здесь была малярея, поэтому они поселились там повыше. Ну, в какой-то момент, какая-то их часть туда пришла, что-то им здесь понравилось. И они здесь остались. Вот они, игроки основателя Набора. Ну, как здесь появились армяне? Я думаю, что вы слышали. Последнего очень много говорится о геноциде армян в связи с турками. Значит, когда вот эта визня в Турции началась, они обратились к нашему царю с просьбой сюда перебраться и сам им разрешил. И они стали сюда переселяться, в основном немножко в Абхазию сначала. Ну, а сейчас вот их здесь нет. Ну, вот смотрите, вот это армянские переселенцы, вот грузинские переселенцы. Вот Аибга, село Аибга и гора Аибга. Послышали? Вот, видите, туда они очень давно пришли, до революции русские. И там они обосновались и сейчас. Они там живут. Вот, вот это эстонские переселенцы, вот фотография. Вот. Ну, вот здесь казакам разрешили здесь остаться, но казаки здесь не прижились. Им здесь степь нужна. Вот. Ну, и что? В 1868 год сюда приезжает Ермолов, это министр земледелий и государственных имуществ. Он, когда здесь побывал, вот он первый и подсказал, что здесь может быть курорт. Через год сюда приезжает Николай Абаза. Абаза – это фамилия такая молдавская. Был такой чин при дворе, гуфмейстер и надзиратель над Кавказом. Он побывал, конечно, в Сочи, в Азере. Когда он побывал в Красной Поляре, когда он видал всю эту красоту, он начинает строить дорогу на Красную Полярную. Вот это как раз начало этой дороги. Старый. Значит, дорога строилась два года. С помощью кирки, лопаты и лома строили греки и турки. Ну, иногда взрывали. После того, как дорогу построили, а строил инженер-дорожник Константин Константинов. Когда дорогу построили, значит, сюда потянулись саномники из Санкт-Петербурга и Москвы. Стали строить в Поляне дачи и коттеджи, виллы. Здесь была дача Сорби. Но у нас есть фотография, но, может, ее здесь нет. Но почему-то ничего не сохранилось абсолютно. Вот так здесь как-то очень безумно отнеслись ко всей этой истории. Вот сохранился вот этот дом, единственный дом. Значит, это построил брат композитора Модест Чайковский. Он был врач. Он построил вот этот специальный дом с двумя верандами, с двухэтажными верандами, чтобы люди сидели на верандах, дышали горным воздухом и лечились от туберкулеза. Да. Вот этот дом сейчас цел, и в нем живут люди. И вот царский домик, охотничий домик, он сейчас целый. Ему построили для царской охоты, но царь есть так на охоте ни разу не было. Ну, значит, Адлер Ценн на пожертвования построили церковь в 1898 год. Назвали церковью Святого Духа, в честь крепости Святого Духа. Но церковь эта была взорвана в 1947 году, когда боролась с религиями. Вот сейчас примерно на том месте построена Свято-Троицкая церковь. Значит, ровно через 100 лет, в 1998 год. Она является одной из красивейших церквей на Черноморском побережье. И рядом с ней построена воскресная школа. И вот когда строили эту воскресную школу, фундамент, когда рыли, отрыли вот эти вот глыбы, из которых была сложена крепость. И отрыли две крепостные пушки. Вот одна пушка находится в сквере Бестужево, а одна находится в Сочинском музее. И вот этот батюшка теперешний построил в торце вот этой воскресной школы, вот так, полукругом, как бы в миниатюре церковь Святого Духа. И там кукол есть. И он как бы возродил церковь Святого Духа. В День Святого Духа каждый год он там проводит службу. Да, вот здесь тоже фотография. Ну и здесь еще одна достопримечательность есть. Вот это могила русских солдат. Значит, откуда она взялась? Это 1877-1878 год. Турки не могут успокоиться, бросают сюда десант. И вот одним снарядом убивает 11 русских солдат. Значит, вот им их похоронили, подписали 11 нижних чиновцев, что имен солдат тогда не писали. Но сейчас эта могила находится на территории церкви. Но надо сказать, что могилы там нет. Там только памятник сам. Потому что Адлер застраивался очень хаотично. И могила осталась где-то под дорогой. Да. Там, значит, сейчас вот этот памятник стоит. И в 2012 году вот этот батюшка, наш музей и вот некоторые частные лица обратились в архив. И нам все-таки нашли имена этих 11 солдат. И сзади стоит мраморная плита, на заде этого памятника. И там все эти 11 имен есть. Если вы пойдете от этого памятника, ну, вы представляете, да, Рентея, значит, Аллея Славы, там все наши 8 героев Советского Союза. Вот. И так между заповедником и композитом будет сквер без тужин. Ну, знаете где, да? Ну, вот. Вот такова наша история.